Бисмилляхи в рахмани в рахим. Ва салату ва саламу аля сайиды ламбияи и аль мурсалин ва аля алихи тагибин аль тахирин аль маасумин. Ассаламу алейкум в рахматуллах в баракяту. Итак, сегодня мы поговорим об одном из аятов Священного Корана, в котором Всевышний поболевает омовение перед совершением молитвы. И нам необходимо сегодня разобраться с тем, необходимо ли согласно этому аяту Священного Корана протирать ноги или необходимо их омывать. Сегодня век активного развития современных технологий как никогда ранее важно обладать крепким фундаментом религиозных знаний. Ведь именно от его отсутствия или наличия зависит то, будете ли вы всю свою жизнь сомневаться в своих жизненных принципах, идеалах, целях или нет. И я вам скажу, что вам никуда не нужно ехать, дабы приобрести религиозные знания. Ведь школа имени Имама Джавада предоставляет эту прекрасную возможность. Помимо религиозных знаний, в школе имени Имама Джавада вы сможете также изучить чтение Корана, персидский и арабский языки. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. Итак, это аят Суры Трапеза, шестой аят, в котором Всевышний говорит. То есть омывайте ваши лица и руки до локтей и протирайте ваши головы и ноги до щиколоток. Здесь имеется небольшое разногласие относительно того, подразумевается ли в этом аяте, что необходимо протирать ноги, или же все-таки Всевышний хочет сказать, что омывайте свои ноги, а не протирайте. Хотя предложение построено именно таким образом. То есть омывайте ваши лица и руки до локтей, и протирайте ваши головы и ноги. Ноги что? Мыть или же протирать. Относительно этого имеется разногласие. Итак, давайте в первую очередь разберемся с тем, что этот аят Священного Корана передается не одним образом. То есть падеж, конкретно в данном случае слово арджулякум, ваши ноги, меняется из чтения в чтение. То есть из чтения в чтение у арджулякум или арджулякум имеется разный падеж. Падежи в арабском языке в первую очередь необходимо заметить, что они не соответствуют падежам в русском языке, и поэтому абсолютно нет никакого смысла их переводить на русский язык, например, использовать слово родительный или винительный падеж. Арабские падежи абсолютно не соответствуют русским падежам. Но необходимо знать, что в арабском языке относительно существительных имеется три падежа. Это рафы, в котором используется дамма, это насп, в котором используется в основном в первую очередь, фатха, и это джар, в котором в основном используется кесра. То есть если арджу-люкум является марфу, то есть это один из падежей, то он должен быть арджу-люкум, там должна быть дамма. Если он является мансубом, то он должен быть арджу-лякум, то есть должна быть фатха. А если он является маджруром, то он должен быть кесра, то есть должен быть арджу-ликум. Это в первую очередь, что необходимо знать. Итак, «Арджу лякум» передается чтецами во всех этих трех падежах, в том числе и «Марфу», то есть «Арджу лякум». Но это крайне маловероятный и крайне редкое чтение, крайне маловероятный падеж и крайне редкое чтение, поэтому абсолютно не заслуживает того, чтобы мы на него обращали внимание. Но что касается «Насбе» и «Джарре», то чтецы Священного Корана между собой разделились. Часть чтецов передает «Насбе», то есть они читают «Арджу лякум», а другая часть читает «Джарре», то есть «Арджу лякум». И даже более того, самый известный чтец, чтение которого на сегодняшний день является самым популярным, и те издания Священного Корана, которые у нас имеются на руках, как правило, основаны на его чтении, это чтение Асима. Так вот, от одного лишь чтеца Священного Корана от Асима передается и «Насб» и «Джарре». «Хафс», который передает от Асима, передает «Насб», а «Шуба», который также передает от Асима, передает «Джарре». То есть Асиму, самому известному чтецу Священного Корана, также приписывается два вида чтения, как «Насб», так и «Джарре», то есть «Арджу лякум» и «Арджу лякум». И нам необходимо теперь разобраться, как объяснить «Насб» и как объяснить «Джарре» в этом аяте Священного Корана. Как понимать «Насб» и как понимать «Джарре»? Итак, давайте начнем с «Насб». Относительно «Насб» все очень просто, на самом деле, потому что в арабском языке есть такое понятие, как «Подчинение по местоположению». В арабской грамматике существует такое понятие, как «Атф». «Атф» не имеет, опять-таки, точного перевода в русском языке, давайте переведем это как «Подчинение». Когда некая частица, например, частица «Вав», подчиняет одно существительное, например, может и целое предложение подчинять. Но давайте акцентируем внимание на существительное, потому что в этом аяте говорится именно о существительных. Нашим предметом обсуждения является именно существительное. «Вав», который подчиняет одно существительное другому существительному, то есть где вот это существительное, которое подчиняется другому существительному, мы будем назвать подчиненным, а второй существитель на котором он подчиняется будем назвать существительным которому подчиняется и так в арабском языке когда приходит такая частица как вав которая производит подчинение то подчинение происходит и по падежу и по смыслу допустим например араб говорит джаза еду на амрун перешел зейд и амр и так амр подчинен за еду в чем в своем смысле то есть точно так же как зейд пришел так же пришел и амр но и в падеже также подчинен то есть зейд является марфу и амр также является марфу это подчинение и как правило подчинение происходит по явному падежу по озвучиваемому провозглашаемому падежу например как в ранее приведенном примере когда джаза еду на амрун оба существительных имеют раф то есть являются марфу ами у них падеж марфу и таким образом амр подчинен озвучиваемому и провозглашаемому и явному падежу за еда но арабском языке не всегда так происходит иногда бывает так что существительное подчиняется падежу по местоположению того существительного которому подчиняется дело в том что порой предложение и существительные имеют два падежа одновременно один озвучиваемый провозглашаемый другой по местоположению по смыслу как например в этом аяте священного корана обратите внимание всевышний говорит вам саху биру усикум то есть протирайте ваши головы головы ваши головы являются на фулом являть мафулом то есть протирайте что протирайте головы это называется мафулом принести принести что ручку унести съесть помочь помочь кому например за еду это все мафулы а любой мафул в арабском языке является мансубом то есть у него падеж это мансуб и биру усикум ру усикум является мафулом а значит является и мансубом по своим местоположению несмотря на то что здесь имеется частица ба наши имамы говорили что ба в значении табис то есть значение часть протирайте часть ваших голов а среди сунецких имамов так считал имам шафии которая вот этот вот падеж я внешне сменила на джар на другой падеж но все же ру усикум являются мансубом по местоположению так вот в таких случаях когда существительное одновременно имеет два падежа явный и по местоположению подчинение может происходить как по одному падежу так и по другому падежу то есть мы можем в данном аят священного корана сказать вам ся уберу усикум в арджу ликум точно также как можем сказать вам ся уберу усикум в арджу лакум и таким образом если мы починим местоположению то у арджу лакум будет нас а если мы починим его явному и озвучиваемому падежу это будет джар поэтому неважно как читают чтецы нас или джар и в том и в другом случае здесь есть только одно понимание одно толкование данного аят священного корана это то что арджу лакум починено ру усикум то есть ноги починены вашим головам беру усикум здесь какого-то другого толкования и понимания данного аята священного корана нет и быть не может и поэтому точно также как голову необходимо протирать необходимо протирать и ноги потому что ноги починены в данном случае Если арджу ля кум, то это по местоположению, местоположение руусикум подчинено, а если арджу ля кум, то есть обладает джаром, то подчинено явному и озвучиваемому падежу бируусикум. И относительно того, что можно подчинять по местоположению, никаких разногласий между мусульманским и течением нет. Все совершенно ясно, это является известным, самым популярным, известным мнением среди арабских филологов и знатоков арабского языка. Поэтому от течения к течению это мнение не меняется. Все мусульманские течения, мусульманские мазхабы, правовые школы в том числе, все признают, что можно подчинять по местоположению. И даже более того, в священном Коране имеются примеры, когда одно существительное подчинено местоположению другого существительного. Примеров несколько, но мы ограничимся одним примером. Например, в одном из аятов Священного Корана Всевышний говорит «Инн Аллаха бариун ниналнушрекина ва расулюху», то есть Аллах отрекается от многобожников и его посланник. Обратите внимание, здесь существительное Аллах является мансубом, инн Аллаха, то есть обладает фатхой, а расулюху и его посланник, который вне всякого сомнения подчинен именно существительному Аллах, то есть смысл означает, что Аллах и его посланник отрекаются от многобожников. Аллах и его посланник отрекаются от многобожников. Так вот, расулюху является марфуом, не является мансубом. Если бы он был подчинен внешнему, явному и озвучиваемому падежу существительного Аллаха, он должен был быть ва расулюху, то есть должен был обладать фатхой. Но известное чтение хафса от Асима передает ва расулюху, то есть передает раф. Почему? Потому что расулюху подчинено местоположению Аллаха, а местоположение Аллаха это раф. Почему? Потому что Аллах является моптада, и моптада является марфуом, и любой человек, который хоть немножко знаком с арабской грамматикой, он вам это подтвердит. А инна, частица инна, оно это положение и этот смысл существительного Аллаха не меняет. Оно всего лишь предназначено для того, чтобы усилить смысл. Таким образом, инна означает воистину. На самом деле, на самом деле воистину, истинно означает. То есть мы можем сказать, Аллах отрекается от мушриков, а можем сказать, воистину Аллах отрекается от мушриков. И в том, и в другом построении предложения смысл местоположения и значения существительного Аллаха в предложении не меняется. А частица инна, оно всего лишь усиливает тот смысл, который несет в себе это предложение. Поэтому мы видим, что в этом аяте священного Корана, ва расулюху, согласно чтению хафса от асима, самому известному чтению, подчинено местоположению существительного Аллаха. Таким образом, мы в священном Коране имеем примеры того, что существительные подчиняются местоположению, подежу по местоположению других существительных. Именно поэтому мы видим, что многие суннитские толкователи подчеркивают, что согласно нас, по самым приемлемым и самым лучшим пониманием и толкованием данного аята является подчинение Арджулякум местоположению Бирюусикум. В их числе, Табари в своем картире священного Корана, или один из наших современников, Аль-Харари и некоторые другие толкователи священного Корана также это подчеркивают. Это что касается Наспа. А теперь что касается Джарра, то есть Ва Арджу Ликум. А здесь все еще проще, чем с Наспа. То есть если мы читаем Ва Арджу Ликум, Вамся Гу Бирюусикум Ва Арджу Ликум, то здесь все крайне просто. Мы просто подчиняем Арджу Ликум явному озвучиваемому и внешнему падежу Бирюусикум. И все. Здесь никаких других пониманий, толкований, разъяснений быть просто-напросто здесь не может быть. Это крайне простое, ясное и понятное объяснение данного аята священного Корана. О чем, кстати, говорят сами суннитские ученые, что если мы читаем Джарр, то здесь самым ясным, понятным, единственным, приемлемым объяснением данного аята является подчинение Арджу Ликум явному озвучиваемому падежу Бирюусикум. И то объяснение, которое мы дали, это аят священного Корана, согласно которому необходимо протирать ноги, а не мыть, это ясное и понятное объяснение данному аяту. Оно подтверждается также и пониманием сподвижников, табиинов и суннитских толкователей священного Корана, которые также акцентируют внимание на том, что в священном Коране содержится протирание, а не омовение. Давайте приведем несколько примеров. Например, один из сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, Анас ибн Малик, в достоверном хадисе, который приводит Табари в своем тавсире, говорит, что «назалал-кур'ану бильмасх», говорит, что Коран не спослан с протиранием. И этот хадис из тавсир Табари, ибн Касир в своем толковании, называет «достоверным». Табари также приводит другой хадис, вот того же самого сподвижника, вот Анас ибн Малика, в котором говорится, что Хаджадж велел мыть ноги в омовении, а Анас ибн Малик в ответ на это сказал, что Аллах сказал правду, а Хаджад солгал, то есть тем самым дав понять, что согласно священному Корану ноги необходимо протирать, а не мыть. А также ибн Аббас, наряду с Анас ибн Маликом, от него передается, что он сказал, аль-вуду'у гаслатан ва масхатан, то есть омовение состоит из двух омовений, то есть омовения лица и рук и двух протираний, то есть протирания головы и ног. Также вот Катады передается, что он сказал, ифтарадаллаху гуслейн ва масхатейн, что Аллах сделал обязательно два омовения и два протирания. А также вот Икреме передается, что он сказал, что ноги мыть не нужно, что относительно ног не способна в священном Коране протирания. А также вот одного из выдающихся табинов Амира Аш-Шуби передается, что Коран использован с протиранием, что Джабраил не снизошел с протиранием ног. И именно поэтому, в силу того, что это объяснение данного аята священного Корана, как согласно Наспу, так и согласно Джарру, является самым очевидным, приемлемым, понятным и ясным, и беспроблемным, в отличие от всех остальных, именно поэтому такие толкователи священного Корана, как Табари и Ибн Хазм придерживались именно этой точки зрения, что ноги необходимо протирать и что арджюлякум или арджюликум подчинены бирюзикум вашим головам. То есть их также необходимо протирать. А теперь давайте перейдем к альтернативным объяснениям данного аята священного Корана. Но прежде чем разобрать эти альтернативные объяснения, необходимо подчеркнуть один очень важный момент. А именно то, что все эти альтернативные объяснения спровоцированы не пониманием священного Корана, а тем, что в сунницких масхабах уже сложилась определенная практика по омовению ног. И в сунницком учении имеется огромное множество хадисов, которые считаются в этом учении достоверными и в которых утверждается, что необходимо омывать ноги, а не протирать их. И с учетом этого необходимо понимать, что все остальные альтернативные объяснения данного аята священного Корана, согласно которым необходимо омывать ноги, а не протирать, все они являются следствием этой практики, которая противоречит аяту священного Корана, но не является выводом из этого аята. И все эти объяснения, все эти альтернативные толкования нужны для того, чтобы подстроить аят священного Корана под практику. Несмотря на все проблемы, на все трудности, на все нестыковки, все нарушения арабской грамматики и так далее и тому подобное. Это необходимо иметь в виду и не забывать об этом на протяжении всех наших обсуждений, всех наших дальнейших обсуждений. Итак, давайте теперь посмотрим на эти самые альтернативные объяснения, согласно которым необходимо омывать ноги, а не протирать. Итак, давайте начнем с самого разумного из них, самого понятного, ясного из них. Согласно одному из объяснений, распространенных объяснений, и этих объяснений необходимо подчеркнуть, что огромное множество, и это продиктовано тем, что ни одно из этих объяснений не обосновано, не аргументировано, имеет множество недостатков и проблем. Именно поэтому мы видим множество объяснений. Итак, самым понятным, ясным и логичным объяснением, которое имеется в суннистском учении, является то, что Коран был не спослан с протиранием, но был отменен посредством сунны. То есть, это объяснение гласит, что да, Всевышний приказал протирать ноги в священном Коране, но так как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и ассалям, практиковал омовения, то необходимо их омывать, потому что сунна отменила аят священного Корана. Это понятное, ясное объяснение и более-менее логичное, в отличие от всех остальных, но при этом точно так же не аргументированное и ничем не обоснованное. Здесь возникает очень много вопросов. А может ли сунна отменить Коран? А если может, то при каких условиях и соблюдены ли эти условия в данном случае? Если мы имеем реальный случай того, что сунна отменила священный Коран, то почему это объяснение не является общепризнанным, общепринятым в суннистском учении? Почему эта точка зрения является редкостным, редким мнением, которого не придерживается даже абсолютное большинство, а единицы суннистских ученых, табиинов и так далее? То есть это точка зрения, это объяснение, несмотря на то, что является самым логичным, понятным и ясным, но все же это объяснение является объяснением, которое признано единицами. Что, в свою очередь, является причиной колоссальных сомнений относительно надежности и достоверности данного толкования и данной точки зрения. Итак, это одна точка зрения. Вторая точка зрения – это точки зрения Замахшари, который озвучил эту точку зрения в своем толковании священного Корана. Он говорит, что да, в священном Коране говорится о том, что необходимо протирать ноги, а не мыть. Но, говорит Замахшари, говорится в священном Коране, это не для того, чтобы их протирать. То есть Замахшари говорит, что Всевышний в священном Коране сказал протирать ноги, но не для того, чтобы их протирать, а для того, чтобы мыть их, но мыть крайне экономно, говорит Замахшари. Говорит, почему? Потому что, говорит Замахшари, ноги – это такая часть тела, относительно которого человек расточительствует воду, когда моет ноги. В отличие от лица или рук. Это является местом расточительства воды. И Всевышний не хотел, чтобы человек расточительствовал при омовении ног. И поэтому сказал протирайте ноги, для того, чтобы люди экономили воду при омовении ноги. При омовении ног, точнее. Таким образом, Всевышний сказал протирать, но не для того, чтобы протирать, а для того, чтобы мыть. Но протирать сказал для того, чтобы не расточительствовать воду. Это объяснение, которое дал данному аяту, то есть, некое своеобразное оправдание того, почему необходимо мыть ноги, а не протирать. И попытка объяснить вот эту вот практику омовения ног и привести его в соответствие с аятом Священного Корана. Но, как вы можете сами заметить, это крайне удивительное объяснение данного аята. И кроме возмущения ничего не вызывает данное объяснение. А причина этого заключается в том, что это мало того, что является крайне нелогичным, неразумным объяснением, так, к тому же, оно ничем не аргументировано и ничем не обосновано. Я думаю, что относительно данного объяснения и толкования, какие-либо комментарии излишни о его надежности и аргументированности вы можете посудить сами. Итак, это было второе объяснение. Еще одним объяснением, которое также озвучено некоторыми толкователями Священного Корана, является то, что масх иногда используется в значении омовения, а не протирания. То есть, они говорят, да, у слова масх имеется смысл протирания, но иногда масх используется в значении омовения. И для этого они приводят некоторые примеры из арабской речи. Таким образом, они объясняют, почему, согласно данному аяту Священного Корана, необходимо омывать ноги, а не протирать. Итак, в чем же проблема с этим объяснением, с этим толкованием? Дело в том, что даже если мы согласимся с тем, что масх иногда используется в значении омовения, наряду с тем, что используется в значении протирания, то это никоим образом не доказывает, что ноги необходимо омывать. Почему? Потому что, согласно толкованию самих же суннитских ученых, в этом аяте Священного Корана Всевышний приказывает протирать головы, а не омывать их. То есть, когда Всевышний говорит, «Вам саху бир усикум», здесь все мусульмане абсолютно без исключения единогласны, что необходимо протирать голову. А значит, здесь слово «вам саху» использовано в значении протирания, а не омовения. То как же это же самое слово? Это же самое слово. Вдруг отношение другого своего мафууля, коим является арджулякум, он меняет смысл и становится омовением, а не протиранием. То есть, как будто бы мы говорим, используем слово «протирать», говорим «протирайте ваши головы и ноги». А приходят ученые и толкователи и говорят, что это означает, что протирайте ваши головы и ноги омывайте. Почему ноги омывать? Потому что вот это вот слово, которое использовано в начале предложения, иногда означает омовение, а не протирание. Это никак, абсолютно нельзя как-либо логически оправдать и как-то логически объяснить. Это абсолютно абсурдное, немыслимое, нелогичное объяснение. Всевышний говорит, протирайте ваши головы и ноги. Из этого мы понимаем, что головы необходимо протирать, а ноги необходимо мыть, потому что слово «протирайте» иногда используется в значении «омывайте». Поэтому, опять-таки, я повторюсь, ранее говорил об этом, все эти объяснения, все эти оправдания, все эти толкования нужны только для того, чтобы оправдать свою ложную практику, которая противоречит Священному Корану, пытаясь привести в соответствие понимание и толкование Священного Корана с этой самой ложной и неправильной практикой. Практикой, которая противоречит, ясно и явно противоречит Священному Корану. Это еще одно объяснение. Было того, почему необходимо омывать ноги, а не протирать. Еще одно странное, ничем не аргументированное, ничем не обоснованное объяснение. Итак, еще одно объяснение. Четвертое, если я не ошибаюсь. Это объяснение, согласно которому в этом аяте Священного Корана Всевышний, когда говорит о ногах, то говорит о конкретной части ног, о конкретной области ног. Говорит, протирайте ваши ноги до щиколоток. Вот эта вот область до щиколоток, она обозначена в этом аяте Священного Корана. А когда говорит про головы, говорит, протирайте ваши головы, не уточняя, не указывая на то, какую часть головы необходимо протирать. Из этого эти горе-толкователи делают вывод, что голову необходимо протирать, а ноги необходимо мыть. То есть голову, область которой не определена в аяте, необходимо протирать, а ноги, область которых определена в аяте Священного Корана, необходимо омывать. И аргументируют они это тем, что когда речь идет об омовении, то речь идет о конкретной области, а когда речь идет о протирании, то речь идет в общих чертах, без определения какой-то конкретной области. Таким образом, они говорят, так как область ног ясно определенна, их необходимо омывать, а не протирать. Итак, в чем же проблема данного объяснения? Объяснение более чем абсурдное, абсолютно нелогичное, ничем не оправданное и ничем не аргументированное. Почему? Все очень просто. Когда Всевышний говорит о протирании, то в чем проблема того, чтобы он говорил о протирании какой-то конкретной области, какой-то конкретной части? В чем проблема, согласно арабскому языку, арабской грамматики, в чем проблема того, чтобы, когда мы говорим о протирании, говорили о протирании какой-то конкретной части? Определяли, какую часть необходимо протирать? Никаких проблем нет. Мы говорим, протирайте такую-то, такую-то часть оттуда и до суда. Никаких проблем нет. Поэтому это не более чем очередная попытка оправдать свою ложную и ничем не аргументированную практику и попытаться привести его в соответствие с данным аятом Священного Корана. Итак, это еще одно объяснение, еще одна попытка привести в соответствие практику, ложную практику суннистских маслабов с пониманием аята Священного Корана. Но как вы могли заметить, все эти объяснения, они не привязаны к какому-то конкретному падежу арджюлякум или арджюликум. Теперь давайте перейдем к тем объяснениям, которые касаются какого-то конкретного падежа арджюлякум насва или арджюликум джарра. И давайте начнем с джарра, то есть чтение арджюликум, которое передается, в частности, от шоба, от асима. Итак, арджюликум. Одно из объяснений того, почему арджюликум и как вообще согласно данному чтению, данному падежу можно понимать из аята Священного Корана омовение, а не протирание, является то, что арджюликум унаследовал, позаимствовал падеж у своего соседа. Есть такое понятие, которое фигурирует в некоторых речах арабов, которое называется джарр аль-аль-дживар или аль-аль-эт-тиба. То есть, когда какое-то слово, например, существительное, заимствует падеж у другого существительного, который находится рядом с ним, по соседству. И одним из таких примеров является слово некоего араба, который сказал джахру, даббин, харбин. Джахру, то есть пещера, даббин, ящерицы, харбин, разрушена. Что здесь этот араб хотел сказать? Он хотел сказать, что пещера ящерицы разрушена. Но, чтобы так сказать, чтобы сказать, пещера ящерицы разрушена, он должен был сказать джахру, даббин, харбун. Харбун, то есть он должен быть марфу, харб. Но он сказал харбин. Он сказал джахру, даббин, харбин. Он так сказал. И ссылаясь на этот пример, некоторые толкователи священного Корана говорят, что здесь харб, разрушенность, она является атрибутом пещеры, а не ящерицы. Но вместо того, чтобы позаимствовать, взять падеж пещеры, разрушенность харб позаимствовала падеж у ящерицы, а не у пещеры. То есть разрушена-то пещера, а не ящерица. А падеж у нее такой же, как у ящерицы. Тем самым, на первый взгляд, может показаться, что это атрибут ящерицы, а не пещеры. Но это на самом деле не так. Почему? Потому что это всего лишь позаимствование падежа по соседству. Так как дабб, то есть ящерица, находится по соседству с этим словом, разрушенность, то он просто заимствует и наследует его падеж. Таким образом, объясняют некоторые данное слово некоего араба. Данное предложение, которое произнес некий араб. И говорят, что в этом аяте Священного Корана произошло то же самое. То есть они говорят, Всевышний говорит, То есть протирайте ваши головы. И ноги тоже стало маджруром, потому что руусикум является маджруром. Но на самом деле, на самом деле, арджуликум является мансубом. Почему? Потому что является мафулом игсилу. То есть приказа и глагола, который раньше был. Потому что Всевышний говорит фа-гысилу. Омывайте худжухакум в айдиакум. И, согласно их пониманию, их толкованию, говорит в арджуликум. То есть омывайте ваши лица, руки и ноги. Так если это так, то арджуликум должно быть, а не арджуликум. То есть он должен быть мансубом, а не маджруром. Но, согласно этому чтению, являются маджруром. Они говорят, это по соседству. Это заимствование падежа по соседству. То есть арджуликум позаимствовал падеж у руусикум. Это называется аль-джар аляль-дживар. Или аляль-иттиба. То есть джар по соседству. Или заимствованный джар. Когда некое существительное является маджруром. То есть у него падеж маджрур. Но не потому, что его местоположение таково в предложении. А потому, что он просто взял, позаимствовал падеж у своего соседа. Итак, это объяснение. У этого объяснения явно существуют проблемы. И огромное количество проблем. И важнейшей, и самой главной проблемой является то, что подобное в нормальной арабской речи не дозволено. Не разрешено. Нельзя в арабском языке использовать вот это вот заимствование падежа. Нельзя. А то, на что они ссылаются, эти толкователи, является неверной, ошибочной арабской речью. То есть они ссылаются на нечто ошибочное, неправильное, нарушающее грамматику арабского языка, правила арабского языка, для того, чтобы объяснить самое красноречивое, самое правильное арабское слово, а именно аят священного Корана. Что само по себе является очень большой и значительной ошибкой. Почему нельзя так говорить? Потому что, когда вы заимствуете падеж, слушатель, то есть основной смысл речи, это то, чтобы донести некий смысл, некую идею, некую мысль. А если вы просто вместо того, чтобы дать полагающийся падеж тому или иному существительному, просто произносите его так, как произнесли его соседа, то вот эта вот цель, она не достигается. Донести мысль, она не достигается. Например, в ранее приведенном примере слово араба, где он говорит, что разрушенная пещера ящерицы. Здесь, на самом деле, мы понимаем, о чем идет речь. Почему? Потому что ящерица не может быть разрушенной. Разрушенной может быть пещера ящерицы. А если бы вот этого вот фактора, которое давало бы нам понять, что именно является разрушенным, вот этого фактора не было, то смогли бы мы правильно понять речь. Конечно же, нет. Мы непременно его ошибочно поняли бы, вне всякого сомнения. Мы подумали бы, что если бы разрушенность можно было бы применить как к самой ящерице, так и к его пещере, то мы непременно подумали бы, согласно этому падежу, что разрушенной является ящерица, а не пещера. Поэтому подобное использование, во-первых, является ошибочным, не является правилом, а является нарушением правила, нарушением правила арабского языка, согласно которым необходимо атрибуту чего-либо давать его падеж. Мафулю, например, необходимо давать мянсу, насп, файлю необходимо давать раф, моптадай и хабару необходимо давать раф и так далее и тому подобное. Это правило, а наследование или заимствование по соседству это нарушение правила, о чем как раз говорят некоторые сунницкие толкователи Священного Корана, когда сталкиваются с этим пониманием, с этим объяснением данного аята. В особенности это актуально с учетом того, что мы можем объяснить данный аят Священного Корана и обязаны объяснить данный аят Священного Корана и без подобных уловок и без подобных так называемых заимствований падежа. Почему? Потому что мы говорим, что бирюсикум арджюликум, арджюликум подчинено бирюсикум. Все очень просто. Какая нам есть необходимость в том, чтобы выдумывать что якобы арджюликум позаимствовала падеж у бирюсикум, хотя на самом деле является мафулем и гсилу. Какая в этом есть нужда? Никакой нужды нет. Это просто попытка оправдать свою практику. Не более того. Итак, таким образом мы видим, что это объяснение данного аят Священного Корана противоречит правилам арабского языка и является нарушением правил арабского языка. Именно поэтому мы не обнаруживаем абсолютно ничего подобного в Священном Коране. И не только в Священном Коране. В принципе, в красноречивой, доступной и грамматической речи арабского языка мы ничего подобного не обнаруживаем. Не обнаруживаем, чтобы какое-то существительное заимствовало свой падеж у своего соседа. Не говоря уже о том, чтобы нечто подобное мы могли обнаружить в Священном Коране. То есть, нет ничего подобного ни в грамматически правильной красноречивой, доступной арабской речи. И нет ее в Священном Коране. Эти примеры, которые приводятся, они или существуют в стихах, где автор этих стихов, поэт, пожертвовал грамматичностью своей речи ради рифмы, или же это примеры из ошибочных, неправильных речей тех или иных арабов. Когда араб просто по ошибке сказал Джахру Даббин Харбин вместо того, чтобы сказать Джахру Даббин Харбин просто по ошибке. И люди объяснили это тем, что он сказал так, потому что вот у него уже язык привык сказать Харбин Даббин, то есть. И потом он говорит Харбин просто вот как бы по соседству. Так как предыдущее слово было с таким падежом, то и последующее слово обрело тот же самый падеж. Люди так объяснили. Но это не значит, что это была грамматически правильная речь. Это была ошибочная речь. Ее не должно быть в правильной, грамматически правильной, доступной, доходчивой, красноречивой речи арабского языка. Не говоря уже о том, чтобы нечто подобное было в священном Коране, который является венцом красноречия доходчивости, ясности арабской речи. Помимо этого, помимо того, что это не является правилом, а является нарушением, правила, здесь есть и некоторые другие проблемы у данного толкования, данного объяснения. Итак, в чем заключаются эти проблемы? Все те примеры, в которых приводится вот это вот заимствование падежа, они касаются именно атрибутов. Они не касаются чего-то другого. То есть, как, например, в том примере, который мы ранее привели, джахруда бен харбин. Это атрибут. Харбин — это атрибут. А в данном аяте священного Корана ни о каком атрибуте речи не идет. Это подчиненный. Вамсягу бирюсикум, варджуликум, арджуликум является подчиненным бирюсикум. Оно подчинено бирюсикум. И является мафулем, мафулем фаусилу или вамсягу — это уже как бы разногласие, которое мы как раз таки разбираем. Но, так или иначе, все примеры, когда имеются в арабской речи заимствования падежа, это примеры, когда речь идет об атрибутах. Еще одной проблемой является наличие частицы вав в этом аяте священного Корана. Частица вав, которая является расстоянием между этими двумя существителям бирюсикум и арджуликум. То есть, по сути, другими словами, проще говоря, арджуликум не является соседом бирюсикум, потому что между ними есть вав. О чем как раз таки говорили некоторые сунистские толкователи. Поэтому, по всем этим причинам, данное объяснение является крайне слабым, как на то указывали некоторые объективные и совестливые толкователи священного Корана. Итак, это первое объяснение того, почему арджуликум является маджруром. Но есть наряду с этим еще одна попытка объяснить, почему арджуликум является маджруром согласно пониманию того, что необходимо омывать, ноги, а не протирать. Это объяснение гласит о том, что здесь какая-то часть предложения удалена. Какая часть предложения удалена, спросите вы. они говорят, в аяте было так, вам саху бирусикум вафалу биарджуликум аль-гасликум 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 эти три слова удалены из аята священного Корана. Они удалены, они были там, смысл их остался, но они не произносятся, скажем так, они удалены из части речи. И поэтому арджуликум является маджруром. Арджуликум остался маджруром, потому что здесь была частица ба. но это не частица ба, которая имеет отношение к бирусикум. Это другое, другая частица ба, которая имела отношение к другому глаголу, глаголу совершайте омовение. То есть здесь целое предложение практически удалено, осталось только одно слово из этого предложения. Но эти толкователи как-то смогли понять, смогли как-то скажем, обнаружить, что здесь целое предложение удалено и осталось вот это вот одно слово. Итак, в чем проблема данного объяснения? Проблема данного объяснения заключается в том, что когда мы можем объяснить то или иное предложение, то или иную речь, согласно тому, что в этой речи наличествует, нам нет никакой необходимости сочинять и придумывать и воображать, что здесь что-то было и что-то теперь удалено. Да, в арабской речи является довольно-таки распространенным явлением удалять то или иную часть этой речи, но при одном условии, когда это очевидно. Когда очевидно, что эта часть речи здесь была. То есть, в таких случаях, когда очевидно, ясно и понятно, можно удалять те или иные части речи, а если удаленные части речи, они не являются очевидными, и нужны усердия, особое усердие для того, чтобы навязать вот эти части речи, которые якобы удалены, то в таких случаях это не разрешается удалять такое. Это просто недоходчивое слово, это не красноречиво, это недоходчивое, это неясно, это запутанно. Вот так разговаривать запутанно. То есть, говорить, омывайте ваши лица и руки и протирайте ваши головы и ноги, но подразумевать, что протирайте ваши головы и совершайте омовение с вашими ногами. Говорить, протирайте ваши головы и ноги, а подразумевать, что протирайте ваши головы и совершайте с ногами омовение. Насколько это доходчиво, ясно, понятно. Конечно же, в никакой степени, Просто в нулевой степени это доходчивая речь, которая, конечно же, не имеет никакого отношения к священному Корану. И священный Коран, несомненно, причист от подобных построений и предложений. Именно поэтому сами же сунницкие толкователи говорят, что это крайне маловероятное объяснение данного аята. Крайне слабое объяснение, крайне слабое толкование данного аята. Это говорят сами же сунницкие ученые. Итак, это были объяснения согласно тому, что арджу лякум является маджруром, то есть там имеется кесаре арджу лякум. А теперь давайте разберем объяснение согласно тому, почему необходимо омывать ноги, если в аяте сказано арджу лякум, то есть мансубом является арджу лякум. Здесь также имеется два объяснения, два толкования, к которым прибегали сунницкие толкователи священного Корана. Первое объяснение является более популярным, более распространенным, чем второе, но от этого они становятся более обоснованным, более аргументированным. Итак, первое объяснение гласит, что в аяте священного Корана Всевышний говорит То есть вашим лицам. То есть как будто бы Всевышний говорит Омывайте ваши лица и руки и ноги и протирайте головы. Но говорит это так, что между ногами и руками затесалось целое предложение. И проблема данного объяснения заключается именно в этом. В том, что наличие целого предложения между двумя частями одного предложения, вот это вот предложение, которое затесалось, при этом не имеет никакого отношения к самому этому предложению, подобное в арабской речи не дозволено, не разрешается таким образом разговаривать в арабском языке. Это крайне некрасивое, крайне уродливое построение предложения. И сами суницкие толкователи указывают на это, что расстояние между частями предложения посредством того, что не имеет отношения к этому предложению, не разрешается в арабской речи. А согласно данному объяснению, данному толкованию, здесь не то, чтобы какое-то отдельно взятое слово затесалось между частями предложения, между двумя частями одного предложения, А тут целое, не имеющее к этому предложению, другое предложение застесалось между ними. Всевышний как будто бы говорит, омывайте ваши лица, и ваши руки, и протирайте ваши головы и ноги, то есть и омывайте ноги, омывайте ваши лица, руки и ноги. Но между ними еще целое предложение, которое к ним никакого отношения здесь не имеет. Чужое, чужеродное предложение затесалось между ними. Это не разрешается. Не разрешается не только наличие целого предложения, не разрешается и наличие какого-то отдельно взятого слова, не имеющего отношения к этому предложению. И наличие отдельного слова – это уже плохо. А наличие целого предложения – это уже уродливо с точки зрения красноречивости, доходчивости, ясности, понятности и грамматической правильности этой речи. О чем? Говорят сами же сунницкие ученые. Именно поэтому мы в сунницких толкованиях и обнаруживаем, что вот это вот объяснение, что «арджуля ком пачинюна вуджуха ком» – это объяснение крайне маловероятное. И подобное построение предложения возможно только в очень запутанной, очень сложной, некрасноречивой речи. Коим, конечно же, священный Коран никоим образом не является. И подобное построение предложения крайне недопустимо в отношении самого лучшего и красноречивого, и доходчивого, и ясного слова, коим является священный Коран. Это как если бы вы, разговаривая на русском языке, говорили бы, например, обращаясь к своему знакомому, говорили бы «выходя из дома, возьми с собой телефон и выкинь мусор и наушники». Подразумеваю, что ему нужно также наряду с телефоном взять с собой наушники. Но именно таким образом построили предложение. Насколько это доходчиво, насколько это понятно. Конечно же, это очень запутанно и непонятно. И прибегать, что очень важно, прибегать к подобному толкованию, это называется насилием над речью. То есть, если вы где-то видите предложение, например, вы видите в книге написано «выходя из дома, возьми с собой телефон и выкинь мусор и наушники». И толкуете это так, что он хотел сказать, что необходимо взять с собой телефон и наушники и выкинуть мусор. Что он это хотел сказать. Вот подобное толкование, это является насилием над речью. Это является насильственным навязыванием того или иного смысла. А не тем смыслом, который истекает из самого построения предложения. Это не смысл, который истекает из предложения. Это навязанный этому предложению смысл. Навязанный вопреки всем правилам, всем здравому смыслу, логике, правилам разговора, правилам речи. Это такой смысл, который навязан вопреки всему этому. Поэтому данное объяснение, данное толкование никаким образом приемлемым называться не может. Итак, это было первое объяснение, первое толкование согласно Неспу. А теперь второе объяснение, менее известное, но не менее глупое. Итак, второе объяснение гласит, что здесь в аяте Священного Корана нечто подразумевается, но не произносится. А что здесь подразумевается? Подразумевается ирсилу, омывайте. То есть, как будто бы Всевышний говорит, То есть, и протирайте ваши головы, и омывайте ваши ноги. То есть, как будто бы омывание, вот этот глагол, приказ омывайте, здесь дважды используется в этом аяте. Но он не произносится, а всего лишь подразумевается. Он подразумевается, но не произносится. Ирсилу подразумевается, но не произносится. Нечто подобное мы уже приводили, когда объясняли, приводили объяснение некоторых суньевских ученых того, почему арджуликум является маджруром. Они говорили, что здесь нечто удалено. Удалена частица ба с фейлом и так далее. С целым глаголом, то есть, целое предложение удалено. Нечто похожее утверждается здесь. То есть, ирсилу здесь подразумевается, но не произносится. И в качестве примера они приводят нечто похожее из арабской речи. Они говорят, например, арабы строят предложение следующим образом. Араб говорит, То есть, араб говорит, я накормил ее, например, корову соломой и водой. Я накормил корову соломой и водой. Араб говорит, но водой же нельзя накормить корову. А значит, здесь подразумевается и второй глагол. То есть, Что я накормил корову соломой и напоил ее водой. То есть, здесь подразумевается второй глагол, коим является я напоил ее. Я напоил, напоил. Они говорят, что здесь, в этом аяте, то же самое. Аллах говорит, протирайте ваши головы и ноги. Подразумевает, что протирайте ваши головы и омывайте ваши ноги. Это еще одно объяснение, которое озвучивают некоторые суннистские ученые. Но это, как вы можете сами заметить, крайне маловероятное, крайне нелогичное, неразумное, вызывающее множество сомнений вообще во всем священном Коране построение предложения. Мы можем объяснить этот аят и другим образом, намного более явным, что в аяте говорится протирайте ваши головы и ноги. Это самое ясное, логичное, понятное объяснение. Да, араб может что-то подразумевать, но не произносить. Но именно тогда, когда это очевидно. Как, например, в ранее приведенном примере, когда араб говорит, что я накормил ее соломой и водой, мы, конечно же, прекрасно понимаем, что накормить водой нельзя, можно напоить водой. А значит, здесь араб явно подразумевает и другой глагол, который он не произносит. То есть, что-то подразумевать, но не произносить можно тогда, когда это очевидно, это ясно, это истекает из речи. Но в данном аяте священного Корана не такой случай абсолютно. Потому что, когда Всевышний говорит «Вам сяу бери усикум ва арджу ля кум», протирайте ваши головы и ноги, мы говорим, что здесь говорится о том, чтобы протирать ноги. А когда вы приходите и говорите «Нет, это не так». Почему? Потому что здесь что-то подразумевается, но не произносится, то мы спрашиваем, а чем это обосновано, чем это аргументировано? И можно ли так и разговаривать? Когда это неясно, когда это не очевидно, что-то подразумевать, но не произносить. Можно ли так разговаривать? Это красноречиво, это доходчиво, это ясно? Конечно же, нет. Если бы мы себе могли позволить таким образом толковать аяты священного Корана, то мы просто перевернули бы верх дном священный Коран. И любое учение мы могли бы истолковать из священного Корана абсолютно противоположным учением, говоря о том, что здесь нет, это не это имеется в виду, здесь что-то подразумевается, но это удалено. Опять-таки, я повторюсь, что в арабской речи можно что-то подразумевать, но не произносить. Но тогда, когда это очевидно, ясно и понятно, и это доходчиво. Но когда это неясно, это не доходчиво, этого делать нельзя. Если мы себе позволим в таких случаях, когда это неясно, это не доходчиво, это не очевидно, утверждать о том, что здесь что-то подразумевается, но не произносится, то мы можем истолковать аяты священного Корана. И не только аят священного Корана, любую человеческую речь можем истолковать как угодно и каким образом нашей душе просто-напросто будет угодно. Как только мы этого захотим. И подобное толкование, подобное отношение вообще к речи, в частности, к аяту священного Корана, не просто является искажением, это является наговором. То есть мы наговариваем подобным образом, толкуя аяты и речи Всевышнего, наговариваем на него, утверждая, что он здесь что-то подразумевал, что что-то здесь должно быть, но этого здесь нет. Это просто-напросто наговор. Это некая вольность, распущенность в понимании речи. Поэтому никоим образом таким образом понимать и объяснять аяты священного Корана никоим образом нельзя. И поэтому единственно приемлемым толкованием и объяснением данного аята является то, что Всевышний сказал То есть здесь никаких других альтернативных объяснений данного аята быть не может. В этом аяте ясно, четко говорится, как мы уже указали ранее, говорится о том, что необходимо протирать ноги, на что указывали некоторые сподвижники, некоторые табиины и некоторые толкователи священного Корана, о которых мы говорили ранее. И поэтому согласно данному аяту священного Корана несомненно необходимо протирать ноги, а не омывать. На этом все. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракет.